Ребята, всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет интересно тем, кто спрашивал меня о косметике в инстаграме, в комментариях на ютюбе и так далее. В этом видео я расскажу вам о своих палетках, те палетки, которыми я пользуюсь недавно, те палетки, которыми я пользуюсь уже больше 4 лет. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Приятного просмотра! Также подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Мне очень приятно и очень важна ваша поддержка. Первая палетка, с которой я хочу начать и которой я пользуюсь уже 4 года, даже больше, 4,5 года, та палетка, которую я пользовалась каждый день на протяжении этого времени, в университете, на работе, везде, где только можно было за эти 4 года, ей пользоваться. Это палетка Naked от Urban Decay, Naked 3. Я думаю, вы ее, конечно, видели уже просто на просторах интернета абсолютно везде, у каждого второго человека, но я расскажу свою историю. Эта палетка появилась у меня 4,5 года назад, и она уже, посмотрите, в каком состоянии. То есть, здесь уже... У меня, кстати, здесь все в тенях. Не обращайте внимания. Здесь, например, уже развалился полностью вот этот оттенок, хотя я ни разу не пользовалась. Да. Просто я роняла эту палетку какое-то невероятное количество раз. Вот это мой самый любимый оттенок. Он безумно красивый. Если вы знаете какой-нибудь похожий оттенок на вот этот оттенок Laer из этой палетки, то напишите. Потому что те тени и те рефилы, которые представлены в этих палетках, их нельзя купить у них отдельно в Корнере в Urban Decay. Это странно, я не знаю почему, потому что я бы купила этот оттенок, наверное, не знаю. Я бы точно скупила все рефилы с этим оттенком и пользовалась бы им каждый день. Это очень красивый оттенок, который абсолютно, мне кажется, универсальный. Делает сразу ваш макияж очень красивым. Также здесь в наборе шла вот такая кисточка, которая у меня уже совсем развалилась. Но это ничего страшного. И так как она у меня падала неоднократно, она уже не закрывается. Здесь одна сторона закрывается, вторая нет. Это то, что будет с вашей палеткой через 4,5 года, поэтому... Я думаю, для 4,5 лет это даже очень неплохое состояние. Здесь очень красивые оттенки, они такие все перламутровые, переливающиеся. Как вы знаете, эта палетка считается для макияжа невесты. Уэйдинг, мейкап, не знаю. Но практически всегда ее используют в свадебном макияже, хотя я ей пользовалась каждый божий день, серьезно. Здесь очень хорошая пигментация, у меня уже здесь все руки. Конечно, у меня камера вообще ничего не передает, и вы ничего не видите. Но здесь отличная пигментация. То есть здесь буквально нужно совсем немножко на кисточку нанести этого оттенка, чтобы вам растушевать на все века. Наверное, поэтому у меня здесь, кстати, так много осталось тона. И в основном в этой палетке я пользовалась вот как раз вот этими вот оттенками. Вот этими вот четырьмя оттенками. И каким-нибудь одним из светлых. Например, вот этот в качестве базы наносила. Ну или самый светлый. В чем плюс этой палетки? Все тона в этой палетке очень легко сочетать между собой. То есть вы берете просто элементарно светлый оттенок, наносите на века, в складку наносите любой темный оттенок, и еще в уголок глаза затемняете любым. То есть здесь все очень понятно, от светлого к темному, и все цвета, все цвета отлично сочетаются между собой. Вот. Поэтому если у вас такой палетки не было, или вы хотите нечто подобное, или до сих пор думаете, нужна ли она вам, то попробуйте обязательно хотя бы потестить ее на корнере Urban Decay, или можете заказать какой-нибудь бесплатный макияж с этими тенями, так как у них там много консультантов, визажистов, обычно в Ревгоше или где-нибудь еще. Так что да, это та палетка, которая была со мной на протяжении 4,5 лет, но не была, она продолжает со мной быть. Вот. Наверное, здесь даже уже по срокам вышел срок годности. Наверное. Я не знаю. По-моему, она шла еще в картонной коробке Naked 3. Я точно не помню. И, скорее всего, там был указан срок годности, потому что здесь его нигде я не вижу. Во всяком случае, я вам очень советую приобрести эту палетку. Она подходит практически всем, особенно голубоглазым. Очень красиво все оттенки смотрятся с голубыми глазами, с карими глазами. То есть просто у вас будет варьироваться насыщенность, и тона, которую вы будете выбирать на свой повседневный макияж. Несмотря на то, что она как бы для свадебного макияжа, мне кажется, она идеально подходит на каждый день, потому что вам не обязательно использовать 5 или 6 оттенков макияжа. Вы можете использовать, как я, например, всего один лаер, один оттенок лаер, который вы можете нанести на все века и растушевать. И это будет очень красиво, очень естественно, и очень будет подчеркивать ваш цвет глаз. Так что вот, очень крутая вещь. Год назад где-то я поняла, что, боже мой, у меня больше нет никаких теней, у меня нет матовых теней, чем мне делался другой макияж, господи. И когда у нас открылся корнер The Balm в L'Etoile, по-моему, в 2017 году, в сентябре, я приобрела вот эту палетку. Перед покупкой этой палетки я уже видела какие-то видеоблогеров, мне очень понравился макияж, который они делали, и я решила себе ее приобрести. Это палетка с полностью матовыми тенями, они очень красивые, они очень дорого смотрятся, и у них бешеный пигментат. Вам нужно всего немного цвета, и он будет мега яркий, мега насыщенный. Блин, ты ничего не видишь, Жаш. Будет мега яркий, мега насыщенный цвет. Как здесь показать? Я не знаю, у меня камера не фокусируется, и все такое, поэтому... Тени отлично тушуются, у них вообще отличные переходы, особенно. Очень красивый тушевочный цвет, вот этот холодный, бежевые оттенки. Ну, все очень круто. Правда, я вот этот розовый практически никогда не использую, может быть, его будет хорошо использовать вот с этим, вот, может быть. Не знаю. И эта палетка, мне кажется, больше подходит на осенний период, когда актуальны такие фиолетовые, терракотовые цвета, коричневые, бордовые. Вот это отлично будет смотреться на вашем повседневном осеннем макияже. Недостатки. Недостаток в упаковке. Вы посмотрите, какая это упаковка. Здесь очень красивый мужичок, я не про него. Я про то, что она картонная. Палетка стоит около 4 тысяч рублей, и она картонная. Чтобы вы понимали. Она продается вот так, без всяких упаковок. Только была у нее... У нее было что-то вроде вот такой вот обложки, которая просто на нее одевалась и снималась. Все. Больше никакой упаковки не было. Меня это разочаровывает. Мне кажется, за такие деньги они могли бы придумать что-то лучше. Хотя у них вся косметика вот в таких картонных упаковках. Это американский бренд, по-моему. Но насчет качества теней вообще очень классно. Ничего нельзя сказать. Когда я покупала эту палетку 4,5 года назад, она стоила около 3 тысяч. Может быть, 3,5. Это максимум, с которым она могла придаваться. Сейчас же она стоит уже 4 с копеечкой, по-моему. А вот эта палетка стоит 4 тысячи. Но здесь хотя бы есть металлический кейс, корпус. Металлический корпус, который гораздо надежнее, гораздо прочнее. Потому что если это упадет, то я думаю, это уже с концами все будет. И в этом месяце я решила сделать себе подарок очередной. Первая покупка моя в Сифаре. И эта покупка была вот что это. И заказала в магазине Сифара вот такую палетку от Too Faced. Я в нее влюблена. В этом году цвет года это коралловый. Пантон объявил цвет года коралловый. Вот такой вот цвет. Мне кажется, что это больше персиковый. И персиковые тона сейчас были очень актуальны, очень модные. И все делали макияжи с ними. Если честно, мне это нисколько не надоело. Потому что у меня голубые глаза. Мне очень подходят такие тени. Кстати, сейчас на мне вот эти вот тени. Посмотрите, какая красота. Это персиковая палетка от бренда Too Faced. Sweet Peach называется. У них целая серия таких продуктов. Есть румяна, бронзеры, хайлайтеры и так далее. Здесь еще есть вот такой вот хитрый товарищ, который тоже намекает на то, чтобы вы купили эту палетку. Если честно, я очень ей довольна. Особенно я очень довольна вот этой группой цветов. Потому что они отлично тушуются. Они сатиновые. Они очень красиво смотрятся. Даже через камеру всего, конечно, не передать. Поверьте, через камеру всего не передать. Но это очень красивые оттенки. И очень красивые цвета. И, кстати, она пахнет персиком. Я слышала много негативных отзывов из-за того, что они ароматизированы. Из-за того, что у них... У них потому что есть также шоколадные палетки, которые, видимо, пахнут шоколадным. Я не знаю, я их не нюхала. Но эта палетка пахнет персиком. Запах как просто у обычной свечки из Икея с ароматом персика. То есть он на самом деле очень-очень нежный и тонкий. И запах потрясающий. Я не знаю, может, кому-то не нравятся персики. Но запах абсолютно ненавязчивый. И, конечно, когда вы наносите их на глаза, вы совершенно ничего не чувствуете. И никакого запаха нет. Поэтому такая вот история. Какие у меня трудности возникли с этой палеткой. Если, например, я вам говорила про то, что вот в этой палетке я могу сочетать и использовать абсолютно любые цвета. То есть светлые, темные, они все совершенно все сочетаются друг с другом. Какие бы вы тона ни взяли, они все будут сочетаться. Здесь мне стало немножко непонятно. То есть первый макияж, когда я делала, он вообще у меня слился воедино. И никаких разделений и градаций вообще не случилось на глазах. Потом я пыталась экспериментировать с другими тонами и так далее. И пока что я не могу прийти к тому, что вот я точно знаю, как пользоваться этой палеткой. Сейчас на мне вот этот оттенок на складке. Вот этот оттенок я дублировала и затемняла уголок. И вот этот оттенок, по-моему, вот этот, он вот на подвижном веке. Получается такой классический нейтральный макияж. На самом деле я даже хотела какой-нибудь поярче бы. Но на камере плохо видно в жизни. Это, конечно, ярче выглядит и очень красиво смотрится. И да, в уголке глаза у меня также нанесен вот этот Just Peach. Вот этот вот цвет. Он очень красиво переливается. То есть он как персиковый, но он такой бронзовый. Я оставлю вам здесь фотографию, чтобы вы могли увидеть. Он как бы персиковый, но он такой бронзовый цвет дает. Я никогда в уголок глаза какие-то она не наносила, но он смотрится восхитительно, если честно, в жизни. Видимо, в связи с тем, что этой палеткой достаточно оказалось сложно пользоваться, чтобы сделать какой-то выразительный макияж, здесь была приложена инструкция. Сейчас я ее попытаюсь найти. Я, наконец-то, нашла эту инструкцию. И вот она здесь. Здесь показано несколько вариантов макияжа, которые вы можете сделать. И мне кажется, что это сделано для того, чтобы вы вначале могли познакомиться с оттенками, изучить эту палетку и вообще понять, что к чему. Потому что, видимо, какие-то сложности с этим возникают у людей. Например, у меня. Я не знаю, может быть, конечно, они не возникают, эти сложности, но у меня они возникли. Потому что я не мейк-артист, я не мейкапер, и я не умею вот так легко различать или видеть какие-то набудут. Тем более, что в этой палетке они непредсказуемы. Например, вот этот оттенок, Люсиос, вот он выглядит, как будто он бежевый, но на деле он розово-бронзовый. То есть они отличаются. Пигментация такая, она отличается от того, что мы видим в упаковке и что мы видим на деле. То есть он больше в розовинку отдает, тем не менее. Палетка все равно очень крутая, просто ей нужно научиться пользоваться. Я купила ее всего три недели назад и еще не успела сквозь и поперек изучить, как, например, я изучила Naked Urban Decay за четыре с половиной года. Кстати, я помню, когда я первый раз села с этой палеткой, я просто не знала, что делать. Представьте, у меня до этого вообще не было теней никаких. У меня были там, ну, максимум один-два цвета в таких маленьких классических упаковках наших с вами. Там Max Factor какой-нибудь. И когда я вот эту палетку в руки взяла, я села, смотрю на все эти цвета и не понимаю, что делать. Я еще тогда училась в универе, и для меня все было в новинку абсолютно. Я сижу и не понимаю, с чего начать. И вот постепенно изучала, изучала, изучала. Причем, что тогда я не помню, смотрела ли я YouTube так активно. И, наверное, да. Наверное, как раз я из YouTube узнала про эту палетку или просто из интернета. И красилась по видео, я не смотрела туториалы и так далее. Еще раз хочу сказать, вот, если вы прям новичок-новичок, вот эта палетка, это то, что у вас должно быть, наверное, в косметичке. Ну, что-то подобное. Очень классная штука. А если вы уже такой продвинутый пользователь, то можно что-нибудь такое тематическое купить. Например, мне захотелось эту палетку, потому что, ну, во-первых, цвет года понтон объявил. Персиковый для меня. На самом деле это лососевый или коралловый. Какой-то такой. В общем, мне очень нравится эта палетка, но нужно научиться ей пользоваться, я уже сказала. И также у Too Faced есть румяна, хайлайтеры и прочие штуки тоже вот в такой вот Sweet Peach серии. Все, ребята, это были все палетки, которые я хотела вам показать в дальнейшем. Я думаю, что я приобрету еще несколько и буду их тестировать, пробовать разные макияжи. Если у вас есть идеи, комментарии по этому поводу, все пишите внизу. Пишите о том, какие палетки вам понравились, какими вы пользовались. Может, у вас что-то есть, что мне посоветовать и так далее. Ребята, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Мне очень нужна ваша поддержка. Ставьте палец вверх этому видео. Пишите все свои идеи и комментарии внизу. Я буду ждать и читать. Всем отличного дня. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok